В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой. С вами Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня гость нашей программы и наш собеседник, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Бутырского тюремного замка Иерей Константин Кобелев. Здравствуйте, отец Константин! Добрый вечер! Христос воскресе! Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней беседы с отцом Константином может показаться вам несколько необычной для нашего канала. Сегодня мы побеседуем об участии в жизни человека верующего, Апачи человека неверующего Господа Бога. Мы поговорим о тех путях, которых он неверующих людей, да и верующих, приводит к себе. О промысле и о том, чем и как мы ему отвечаем. Отец Константин, Святая Православная Церковь учит нас, что неисследимы пути Господни, которыми он ведет нас, своих детей, свое творение к себе. Одних еще призывают от утробы матери, других же, возможно, с последним глотком жизни, уже перед самой смертью. А как и когда он призвал вас? Как вы впервые сами почувствовали, что Бог есть? Да, конечно, у каждого человека своя судьба. Само слово интересно, судьба – это суд Божий. И у меня, например, брат моего дедушки священник. Однако он служил за границей, оказался там после Брестского мира. И я его в жизни не видел. Но, наверное, он молился за меня. Потому что в детстве у меня еще было желание изучить молитву «Отче наш». Поскольку мне казалось, никаких путей ее узнать нету, обычного человека, я составлял по какой-то книжке, по обрывкам, там, где высмеивалась эта молитва. Я брал истинные слова. Ну, а затем уже отучился в МГУ, и было распределение государственное. И тут в жизни случился такой тяжелый момент, когда, казалось бы, рушатся все планы, все, что заранее задумывал, смешалось. И хотел я слетать в Одессу, там у меня были родители, для того, чтобы посоветоваться с ними. Потому что на следующей неделе уже было государственное распределение. И вот в таком я был сметенном состоянии. Зашел в общежитие. И там на столе у своего сокурсника впервые взял в руки Библию. Все это было за день до тех событий, о которых мы сегодня с вами здесь будем говорить. Что-то прочитал из Евангелия. А потом в аэропорту оказалась нелетная погода. Некоторые сообразительные люди сдали билеты, и на поезде они доехали быстрее остальных. А мы вот там сидели, ждали летной погоды. Был такой же единой дождь, как в этом году. То есть буквально за несколько минут все покрывалось слоем льда. Такие условия в атмосфере, когда лед выпадает моментально. И вот, наконец, уже прошли сутки ожидания. И 17 марта это было, 1979 года. И рейс 1703. Так вот, совпадение такое в Одессу. Посидели мы в самолете, его там долго готовили, сбивали с него этот слой льда, разрешили взлет. А я в то время вел дневник. И вот в эти часы ожиданий, настолько я запутался в своей жизни, что в дневнике у меня появились такие слова. Следователи потом долго разбирались. Провидение, если ты есть, убей меня. Как бы это и не самоубийство было, но вот в таком плане, психологическом, это нечто похожее. И мне как-то стало все безразлично в жизни. И как-то ничего уже не боялся. Так вот все это было. И вот самолет взлетел. Я еще раз открыл дневничок, написал, что мы взлетели неизвестно куда. И через несколько, буквально, может, пару минут, вдруг изменился шум двигателя. Я так вот себе думаю, а, то есть что-то такое же есть. Столик убрал, который впереди, вот так вот в грудь человека как бы втыкается. Затянул ремень безопасности. Кстати, его хорошо затягивать надо. Это помогает. И вот летали мы всего лишь где-то около получаса. И вдруг свалились вниз. Высота была около 3000 метров, и самолет сорвался в пике. Ну вот, как видите, я тут живой, сижу рядом с вами. Такое вот было испытание. Весь техническую сторону обсуждать. Ничего не случилось. Просто загорелась лампочка, горит двигатель. И сработала система пожаротушения. Двигатель один выключился, но на втором можно было еще долететь куда угодно. Пилоту предложили запасной аэродром где-то в Ростове. Но он отказался и решил сажать здесь. А здесь такие были условия вот из-за этого вот обледенения, что взлет-то разрешили, а посадку не разрешали. Ну и вот, и произошел срыв потока. Вот, самолет потратил управление. Так же, как вот польские, вот похоже все было. Спустили из спины и жигли сады, так сказать. Вот, и задели за землю. Вот, как я остался жив, я не понимаю. Но, тем не менее, это произошло. И вот тут, когда мы уже упали, и самолет зачерпнул в себя землю со снегом, еще тогда снег лежал. Вот, ощутив снег под своими руками, понял, что я жив. Очень удивился. А затем снаружи горело топливо, и салон начал наполняться дымом. И вот тут вот у меня уже проявился интерес жизни. Как же так? Вот я вроде остался в живых, и теперь тут вот в этой консервной банке, так сказать, поджарится. Тут я уже начал искать выход. Вот, выбрался через выбитый иллюминатор. И вот, когда я вышел вот из самолета, как бы вот сказать, что голос какой-то слышал, я не могу. Но всем существом я как-то ощутил, вот, живи вот так вот, такой вот. То есть я задал вопрос Богу, убей меня. А Бог мне ответил, живи. И как-то я после этого случая, сколько лет я жил с тем пониманием, что половина где-то пассажиров спаслась. А на самом деле, вот я недавно узнал, это для меня тут очень тяжело, что почти все погибли. Вот я и живу. И вы закончили МГУ биологический факультет, насколько я понимаю, да? Да. Да, слава Богу. Это очень интересно. Закончил я кафедру генетики. Красный диплом у меня был. Работал в институте физиологии растений Академии наук СССР, аспирантуру там закончил. Не успел я свою диссертацию доделать, как и меня уже пригласили в храм. И я с тех пор вот служу. Ну, вы ощутили присутствие Бога в вашей жизни, в том, что Он есть. Это случилось тогда, после авиакатастрофы, или уже позже? Как некую абстракцию, или как конкретную личность? Вот как Бог входит в жизнь? Разом? Едино? Или как-то поэтапно, может быть? Потихонечку, шажками? Да, вот потихонечку. Шажки были такие. Вот в начале я знал, что у меня вот мой родственник является священником. Вот это тоже как-то что-то для меня, конечно, влияло. Хотя я участвовал и в атеистическом кружке в школе. Это было так глупо. Это, собственно говоря, кружок был химический. Мы готовили что-то вроде пороха. И молотком ударяли по этой штуке, и раздавался такой маленький взрыв. Говорю, вот видите, вот как бывает гром. А люди неверующие думают, что это ездит пророк Илья по небу. Вот такие мы проводили, эти атеистические пропаганды. Это было, конечно, все смешно. А вот когда я учился в МГУ, то здесь вот впервые мне пришлось задуматься именно о вопросе происхождения этого мира, о творении мира, о происхождении жизни. Стало ясно, что жизнь не могла возникнуть сама по себе. Для меня ключевым моментом оказалась фраза из журнала Nature, который был переведен на русский язык отдельным изданием, назвалась книжечка «Эволюция». И наши вот бдительные контролеры где-то пропустили эту фразу. Там было сказано, что усилия генетика всего мира направлены на то, чтобы найти генетическую систему на один элемент более простой, чем та, которая существует в живой клетке. Все. Ну, эта система не найдена. То есть система генетического кода, она достаточно сложная, присутствует везде. Если взять вирусов, то у них не своя, они используют клетку хозяина и так далее, начиная с микробов и кончая людьми. Везде одно и то же. И ничего, вот буквально все исследования, они заключаются в том, что из живой клетки исключают какой-то один белок, и клеткой предстоит работать. И вот смотрят, за что этот белок отвечает, на каком этапе она работает. Если была эволюция, то эволюция должна быть постепенно. Что-то вначале одни белки возникли, потом другие. А тут оказывается, один белок заберешь, и все. Значит, все одновременно, сразу. А это такая масса материала генетического. Причем она же должна быть записана и в ДНК, одновременно, тут же. И уже должна быть реализована, чтобы это читалось. Что вот поверить в то, что это случайно могло возникнуть, это могут только фанатики, честно говоря. Вот. Как батюшка отец Валериан Кречетов, известный, говорит, вот мы верующие с тобой. Ну, мы верим, что Бог создал. Ну, понятно. Ну, они ж какие верующие. Поверить, что это само собой возникло, вот это вера. Вот так он батюшка говорил. Ну, действительно, это для меня был таким очень важным моментом, что я понял, что что-то есть, как говорится, как-то, какая-то нечто, ну, какая-то сила или какой-то... Которая стоит над этим и везде проникает. Да, не обязательно. Если это в какой-то религии, или это там еще люди не знают, это не важно. Но что-то вот каким-то... Есть нечто высшее, то есть система более высокоорганизованная, чем человек, так скажем, который влияет уже на нашу жизнь. Вот так вот это было. После того, как вот случай этот случился, что Бог есть, я не знал, в какой храм идти или в какую-то там организацию присоединяться. Потому что казалось, что православную веру мы знаем. Ну, как же в МГУ проходили в уроках, так сказать, на занятиях научного атеизма. Вроде, ну, там все понятно. Смешно это сейчас. Занимался йогой немножко. Ну, не идеологией ее, а больше для здоровья. От этого я заболел. И подумал, ничего себе, я тут занимаюсь, и я же и заболел. Что же это за... За этим стоит, какая духовность, если она не дает даже элементарно человеку здоровья. И как ты от этого отошел? Ну, у меня был духовный отец, будущий, в смысле, крестный. Очень интересно это случилось, встреча с ним. Просто я ходил на занятия, такие проводились, называлось, просто вот, не про Бога, не про еще что-то, просто скрыто резервы человеческого общения. Тоже учитель биологии. Вот. Анатолий Цеданович. Вот. И вот его все равно раскусывали наши органы. И он где-то в каких-то подвалах проводил при прижее, как еще такие вот занятия. И ему приходилось оттуда уходить срочно. Буквально бывало такое, что мы придем, а его нет, потому что его предупредили, что если ты придешь, там, то, наверное, так я думаю. И вот мы так скитались в разных местах Москвы. И чего-то мы изучали. И вот я сейчас встречаюсь с некоторыми из тех людей, с которыми мы тогда ходили. Потом и Господь опять с ними свял. И вот у меня заболел сын. И уже серьезно очень было такое положение, потому что у него было двустороннее воспаление легких. И врач, она сейчас тоже верующая стала, даже сын ее священник. Она даже вот мы не решили, не захотели в больницу ложиться. Нас прямо вот настоятельно говорили, ну что вы делаете, вот там смотрите, там как это. Очень волновалась за нас. И я послал свою супругу как раз на занятия вот эти. Он такой, а он бурят по национальности. Ну, наверное, там сейчас какие-нибудь там экстрасенсами, еще чем-то как-то поможет. Надо к нему обратиться. Чувствую, что за ним вот сила стоит какая-то. А он присылает свою жену. И она говорит, что... Мои супруги спрашивают, как вы относитесь к этой воде и к Евангелию? А Наташа моя говорит, ну, мне все равно, лишь бы помогло. А так подумал, подумал, можно ли такой ответ принимать. А приехала, она тоже пополосынец Валерьяна. Как потом узнает. Ну, ладно, говорит. Всех выгонала из комнаты, взяла, подержала Евангелие над головой ребенка и покорпюн с той водичкой. В чем это не своей силой, не своей, а пополосыне батюшки. А после этого, а вот друг мой, которым мы вместе работали, он привез там своего у кого-то экстрасенса. Тот вот так от руки только пытался поднять, а ребенок уже кричал. Мать не мешает, говорит, убери тебя, мать, вот, я ничего не могу сделать. Вот, а Саша, значит, мой тоже в протеере сейчас, он говорит, ну, что у тебя гости, надо чем-то людей кормить. Ну, посмотри, что-нибудь мне не до того. Покупался он в шкафах, нашел крупы гречневые, с неумением сварил там, знаете, как вот от Мишкина каша. Он лазил из кастрюли, наварил этой каши страшное количество. Выходят они вот из той комнаты через несколько минут, и вот это вот Александра, супруга моего креста, она говорит, дайте мальчику кушать. Наташа говорит, да что ты, он не ел тут неделю. Ну, Денис, хочешь кушать? Хочу. Съел одну порцию, попросил добавку, зарумянился. Ну, просто это на самом деле. Все выстроил прямо на глазах. Да, а ведь он вот совершенно вот висел на плече, вот так вот, уже как почти как дорогу. На следующий день они пошли к врачу, это вот Татьяна, ее звать, она аж вздрогнула. Что, с какими вестями, как там? Так вот, руки дрожат, начинают его слушать этим фонодоскопом. Что такое, говорит? Как это так? Ну, вот, следы давно прошедшего воспаления легких, там какие-то там, какие-то вот такие там, и скрип, и хрип, что-то даже не было. Достаточно. Какие-то такие, как будто он давно болел. И все. Вот из тех пор, слава Богу, и мальчик здоров. Слава Богу. И знаете, конечно, это повлияет. И потом, когда я ее уже провожал домой, она говорит, тебе надо креститься, ты как к этому относишься? А я, о, вот оно есть. То есть, мне настолько, я уже верил вот своему будущему крестному, понимал его. А он что, сам крещеный? Крещеный. Ну, все. И у меня вопросов не было, так сказать. Вот и что. Но потом, конечно, еще удивительный, следующий этап, конечно, Господь ввел дальше. Вот этот мой друг, он привел меня как раз в семью отца Валерьяна. А вот мама его матушки, это Елена Владимировна Апушкина. Она была, то есть, ну, является, конечно, хотя она и Царство Небесное. Духовная дочь отца Алексея Мечева, Сергия Мечева, Николая, Голубцова и других таких известных батюшек. И она уже, меня уже готовила. Действительно, крещение, действительно, было оглашение. Действительно, вот я был в храме, и когда говорила оглашение, зайдите, я выходил. Вот как-то вот, тут уж я по-настоящему подготовился. И мне даже жалко, что этот первый период прошел, когда все так было прекрасно. Но стараюсь сохранять. Спасибо, отец Константин. У нас звонок. Слушаем вопрос из Белгородской области. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, батюшка. Христос Воскресе. Во истинно Воскресе. Пожалуйста, ваш вопрос. Да у меня вопрос к батюшкам, как по специальности генетик. Он же, в курсе, что мужчина содержит Х и У хромосомы, а женщина только Х хромосомы. Да. И это не является подтверждением к ней бытия, что Ева была создана из ребра Адама, то есть из части мужчины. Спасибо. Да, это очень интересный вопрос. Действительно, что в мужчине больше как бы того, что есть. Нельзя было создать Адама из Евы. А вот Еву из Адама создать можно. И второе удивительное для меня вот в этом генетическом коде, так сказать, вот именно в хромосомном наборе, то, что мы знаем, что Христос родился от Божьей Матери, Девы Марии. Но в ней были только их хромосомы. А вот эта вот Игрек, она уже вот именно Богом созданная. Это уж особо вот, она именно про, как говорится, это особое действие Святого Духа. Когда сказано вот было, что Дух Святой найдет на тебя. Здесь вот и удивительно, что это сама Игрек хромосомы, она маленькая, небольшая. То есть вот Икс, там очень много всего, как бы вот творить Икс, хромосомы, это Бог-то все может, конечно. Но здесь промыслительно так вот, что вот именно Игрек хромосома была сотворена в очреве Божьей Матери. И вот родился мальчик, родился Господь Иисус Христос. Для меня вот это вот удивительно, что вот есть такое понятие протоногенез, что вот, допустим, некоторые ящерицы даже есть и в растениях это часто, когда женские организмы могут производить без оплодотворения как говорится, ну, новое свое потомство. А здесь вот не просто что-то такое, некоторые сказали, ну, что-то такое произошло, и вот родился ребенок. А вот здесь именно, что тут явно, что здесь было особое действие Божье, так же, как вот особое действие Божье проявилось при создании жизненькой, о чем мы говорили, при сотворении мира из ничего, при сотворении человека, вот в тех местах, где сказано Бара в первой книге Бытия. Вот. Я потом очень близко сошелся на эту тему с отцом Глебом, как раз я служу на его месте в Лутверском храме, отец Глеб Кулида как раз много занимался вопросами сотворения мира. И вот для меня это очень важно. И, конечно, вот эти вопросы, они интересны очень. И как бы я свою науку не оставляю, и где-то подумаешь на какие-то темы даже, желание уж какую статью написать, вот такое возникает. То есть религия и наука вполне в себе сочетаются? Ну, это абсолютно, так скажем, как бы две плоскости. Вот. Они пресекаются по какой-то линии. Но здесь она независима и здесь она независима. То есть есть какая-то линия пресечения. Мне очень не нравится, когда пытаются вот науку подогнать под реликвию. То есть вот с точки зрения вот написано так и так, значит, ученые должны думать так. Это когда ученые из науки приходят к Богу, именно из данных науки. Его никто не принуждал к этому. Он не приспосабливал ничего. Он смотрит чисто научный эксперимент и видит, что это согласовывается с Библией. Это одно. А если искусственно пытаться как-то подогнать, это уже будет не аргумент, а просто даже горе какое-то. У нас еще один звонок. Слушаем нашу телезрительницу из Новокузнецка. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот вопрос Савеи. По-моему, нет людей, которые бы не верили в Бога, потому что нет Бога, нет жизни. Но почему эти же тысячи, которые говорят, что верую, выходя из церкви, нарушают нравственные законы, воруют, убивают, и любодействуют, и лукавят, обсуждают. Как Вы считаете, почему это происходит у людей? Спасибо. Я немножко начну с другого. Вы знаете, что я настоятель храма, старший священник в уцерской тюрьме. Для нас это очень актуально. Мы всех этих людей, вот, к сожалению, приступивший закон, видим у себя. И вот у нас телеканал «Союз» снимал знаменательное такое событие в возвижении креста над нашим храмом, пасхальную службу. С Божьей помощью удалось восстановить этот храм. Конечно, это было не так просто. Храм был очень изменен в советское время. Но Вы знаете, насколько проще построить храм, чем построить человеческую душу. Вот сравните два момента. То есть люди в храм пришли, но это не значит, что они тут же станут святыми и станут ангелами. И, конечно, они, выходя из храма, еще продолжают грешить. Сколько это продлится времени, это неизвестно, потому что я еще грешу, конечно. Сколько лет тут уже меня Господь ведет? 30 лет я где-то в церкви. Вот. Поэтому подождите еще немножко. Придет время. Удивительно бывает исповедовать людей вот уж преклонного возраста, которые всю жизнь были в вере, и слушать их, даже покаяния в своих грехах за всю жизнь. Ну и подумать, что какие там грехи, вот так и сравнить с нами. Если человек с Богом всю жизнь прожил, то действительно готов прямо здесь у его адра смертный памятник поставить. Вот. А те люди, у которых жизнь, вот как у меня, вот прошла частично вот среди неверия, и она испорчена, она искажена, наше так называемое образование часто нас только портило в наше время. Вот. Но, конечно, нам трудно бывает победить свои какие-то грехи, пороки, и исправить себя, свои страсти. Вот. И мы в церкви сейчас в основном такие, ведь прошло такое тяжелое очень время безбожного гонения, когда все искажалось и запрещалось. И сейчас еще хуже в плане того, что раньше хотя бы церкви были закрыты, но Бог был в душе у многих людей. То есть в самом, как бы, укладе семейной жизни, в тех понятиях, которые были... А сейчас и это нарушается, и это все сметается. Поэтому сейчас современная молодежь еще труднее, чем нам. Поэтому, конечно, идет борьба. Идет борьба очень сильная, очень серьезная. И вот по бутырке я вижу, что очень часто, что если человек начинает приходить к Богу, он часто попадает в тюрьму. Вот. То есть он грешил раньше, и это ему все сходило с рук. И это как бы... Ну, грешил и грешил. Вот. Как бы... В русском даже народе есть такое понятие, что если нет каких-то искушений, значит, Бог тебя забыл. А вот когда человек к Богу приходит, начинает двигаться и начинает что-то уже делать, и вот тут уже за какой-то грешок он в тюрьму попадает. Вот. И вот такое тоже бывает. И тут уже действительно мы уже видим продолжение. Некоторые, допустим, из наших заключенных впервые к Богу пришли, именно уже находясь здесь, а другие вот они начали путь еще вот перед тем, как они сюда попали. И здесь они уже окончательно становятся верующими. И он говорит, батюшка, вот я грешный человек, очень часто так слышал, мне было за что посадить, но сейчас посадили не за то. Я говорю, ну ладно, ты там следуйте будешь говорить, как есть. Ты уже не кайся там в своих грехах старых, но ты понимаешь, что было за что. Вот. И поэтому сейчас самое главное не унывай, строй свою церковь внутри себя, которая в ребрах. Вот. Создавай в себе этот храм. И вот это самое главное. И вы знаете, что люди даже не жалеют, что они в тюрьму попали, если они там пришли к Богу. У нас еще один звонок. Слушаем вопрос из Ярославской области. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер. Михаил. Здравствуйте. У меня вопрос такой, батюшки. А вот как объяснить с серьезной точки зрения, когда вот в доме матери зародыш человеческий развивается, вот проходят различные стадии развития. И вот на различных стадиях развития вот он как бы вот объясняет вот дровинистская теория, что вот там он проходит там зародыш человека, там на определенных стадиях развития похожа на зародыш, там головастика, там рыбки, ну и так далее, и так далее, так по цепочке. Как вот объяснить это с серьезной точки зрения, ну с православной точки зрения этот момент. Спасибо. Еще вот у меня также вот пожелание и вопрос вот непосредственно к вам, Михаилу, как к ведущему, да, я в общем-то стараюсь более-менее регулярно осмотреть вот беседы батюшек, поскольку в общем-то и канал Сайдус, он меня многому учит и ну как сказать, он помогает я надеюсь помогает духовному становлению в правильном направлении. Почему вот как бы в преддверии Великого нашего Дня Победы не было какой-то патриотической передачи посвященного вот этому Великому Дню Победы, как сказать, вот такой же у меня тоже имеется вопрос. Ну вот я вам просто предлагаю. Спасибо за ваше замечание. Я прежде отвечу тогда. У нас вчера была программа посвященная Дню Победы. Мне, пожалуй, больше нечего добавить к этому. Но я вот пришел в таком виде, потому что вчера поздравил ветеранов. Вот, что касается вот развития человеческого организма и многих других моментов, для меня удивительно то, что Господь вот он как бы как бы за кулисами находится. Вот. Просто очень было сотворить муравьев каких-нибудь или там роботов, которые будут вот все выполнять, что скажет Господь и все. А вот очень трудно сотворить такую систему, которая может развиваться более-менее сама. Более-менее без вмешательства Бога. Вот. Что такое эволюция? Ведь Дарвин, он очень правильно говорил, эволюция это план творения. А почему вы думаете, что не было эволюции? Другое дело, как оно возникло? Само по себе? Вот просто вот смешали, бульон там намешали, что-то подресли. Или так, вагон мусора набросали, Москва-Владивосток открывает дверь, выходит Адам. Вот. Знаете, вот. Или же здесь действительно был промысл Божий, вложение чего-то. Вот для меня удивительно такое, когда вот самые первые строчки книги Бытия в начале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидной, пуста, или невидима, не устроена. Вот. И Дух Божий носился над водами. Вот. Значит, это вот состояние, первая материя, оно сравнится и с землей, и с водой, вот, и с небом. Вот как все. То есть это какая-то, и как сейчас по данным науки, на современной этапе, может быть, это потом изменится, науке разных гипотезов возникает, что это была какая-то вот сингулярность такая, какая-то частичка бытия. А вот это слово «нашашися» над водами, вот по-славянски, а по-еврейски, если я правильно произношу, «марахафет», это вот птица на гнезде. Вот. Насиживал Дух Святой вот это зернышко, вот это вот зародыш, вот этот вот, который, вернее, сколько-то времени происходило, но времени еще не было. И вкладывал в него вот именно как оно будет дальше развиваться. А там даже, может, одна частичка элементарная была или еще что-то. И потом оно бах, и пошло, пошло развиваться, вот развитие вот космоса, всего. Но вмешательство Бога было конкретно, вот когда было возникновение жизни, возникновение человека. И вот, конечно, второй Адам. Это вот сто процентов. А там дальше, может, оно все как бы само собой было. Может быть, и эволюция была, я не отрицаю. Вот. Но опять же, в эволюции есть такие моменты, которые вот наука очень трудно может объяснить. Например, это возникновение глаза, возникновение крыла у птицы, там еще чего-то. Вот. Современная наука даже не видит путей. А Господь, может, все это предусмотрел. Может, он создал такую систему, которая может развиваться сама. Почти. С каким-то, ну, конечно, с промысом Божьим, как с промысом присмотра. Вот. Поэтому я не отрицаю того, что действительно развитие человеческого тела и проходило такие стадии, если взять вот от первой клетки, которая, от сотворения жизни. И даже в самой Библии, смотрите, сказано, в начале сотворение, в начале трава была. Что такое трава? Это не трава, это были водоросли, бактерии, самые простейшие. Но они именно производили кислород. Синий, зеленый. То есть это были мы дышим и потребляем кислород. А они фотосинтез происходил, и они выделяли. И прошло там, может, миллиард лет, пока возникла наша атмосфера. Вот. Вот вам эволюция, как это нашла. Вот. А потом уже, если взять какие-то исторические пласты, потом уже видно, находит, как бы, зачатки почти всех разных вот видов животных. Ну, не видов, а как бы классов. И они тоже как-то развивались. Вот мы знаем там, как вот лошадь развивалась, можно установить, как еще кто-то. Вот. А человеческое тело, оно не повторяет ход всей эволюции. Оно проходит какие-то определенные этапы. Тоже развитие вот этого эмбриогенеза, это удивительная совершенно вещь. В какой-то момент действительно оно как шарик такой вот, как мячик, как вот самые простейшие живые существа такие есть. Потом оно складывается так и так. Вот это все премудро очень сделано. И фактически лишнего почти ничего в этом нет. Вот. И это показывает, для меня это только величие Творца демонстрирует, что как это вот все сделано. И для меня удивительно то, что душа человеческая возникает именно в момент зачатия. И даже Богословы не знают, как это бывает. Либо Бог творит эту душу непосредственно, либо Он как бы берет от отца, от матери, и третий вот такой именно творит заново, но с участием душ родителей. Вот даже Богословы не знают, какой из этих трех вариантов действительно правильный. Но явно, что именно лично, человеческая возникает в момент зачатия, почему мы не можем делать аборт даже на самых ранних стадиях развития. И удивительное, даже вот и наука подтверждает, влияние внутриутробного развития ребенка на его уже дальнейшую жизнь. Вот. Очень полезно, допустим, будущей матери слушать музыку, положительные эмоции, ну и, конечно, ходить в храм, причащаться для верующего человека. Очень важно. И вот мы, батюшки, когда крестим, ребенка, и вот приносит человека на причастие. Стоишь вот так вот с чашей и подносит. Иногда незнакомый совершенно, уже в другом храме крестили. И вот я, например, уже оцениваю, ходила ли мама в храм. Видно по ребенку. Вот. Если мама верующая ходила, причащалась, подносит такого малыша, и он сам открывает ротик. Вот. У меня такое тоже было. Я со своими, я сам подносил своих детей, еще не был священником. Вот. И у нас протодиак, он опытный. Там говорят, открой, открой ему рот. Он говорит, подожди, подожди. И вот действительно, ребенок сам в сонный, спит, друг рот открывает, ему дает частичку крови христовой, он чмок, и чмок, и засыпает дальше. Вот. То есть ребенок уже знает, что такое причастие. Это удивительно, конечно. А если неверующие были родители, и такая ситуация очень тяжелая, очень трудно крестить, во-первых. Прямо в купе там его засунуть, этого ребенка. Потом в храм приводит, он кричит. То есть все это вот, все это видно. Все вот это очень заметно. У нас еще один звонок. Слушаем Челябинск. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Батюшка. Вот вы сейчас сказали, что Господь творит душу человека. Я благодарна Богу, что Он мне позволил хоть немножко приблизиться к Нему. И я чувствую себя очень хорошо в стенах храма, и, наверное, только там. И вот я хотела бы служить в храме, и сказала об этом своему духовному отцу. И он сказал, а вдруг вы ошибаетесь, вдруг вы запутались, и этот дьявол вас искушает. И это меня очень испугало, и получается, что я не могу действительно сердцем познать волю Божью. Расскажите, пожалуйста, как разобраться? Спасибо большое. Ну, мне кажется, что здесь речь идет как бы об испытательном сроке. Мы знаем многих святых, которые хотели жить в монастырях. Вот они приходили с таким большим желанием в монастырь, их там хорошо принимали, беседовали, и говорят, ты вот поди еще годик побудь в миру. Если у тебя желание не изменится, приходи, через год мы тебя примем. Так что вот и здесь мне кажется, что не надо бояться этих слов батюшки, нужно просто испытать себя. Дело в том, что в храме непростая работа. Там, как у меня мой духовный отец, отец Александр Егоров, Царство Небесное, он всегда говорил, где ярче свет, там резче тени. То есть в храме бывают заметнее какие-то искушения вот наши, какие-то наши неподготовленности, шероховатости наши, они все выходят наружу. И человек иногда долго ждет священника из тех, кто работает в храме. А я всегда советую, что если ты в храме трудишься, у тебя же здесь святыня, у тебя же тут иконы. Что не так? Не жди, пока батюшка придет. Ты беги сразу к Серафиму Саровскому, к Святителю Николаю, к Матери Божьей. Расскажи все, что произошло. Попроси помочь. И вот у меня у самого такие примеры были, когда я просил ну, там вообще преподобную Серафиму, например, который сейчас в Девеве находится, помощь, и эта помощь буквально через несколько часов была оказана мне, вот молодому священнослужителю тогда. То есть нужно понимать, что храм он для того и создан, чтобы нам помогать. И если человек трудится в храме, он должен этим пользоваться. Вот. А если человек забывает об этом в силу того, что он долго в миру проработал, у него свои причины, привычки, начинает как-то обижаться, начинает искать какую-то свою правду, то, конечно, бывают различные искушения. Человеку бывает трудно, тяжело работать в храме. Поэтому тут нужно рассудительно, так вот, подождать, усмотреть, можно походить еще, помочь так, в свободное время, испытать себя, действительно, сможете ли вы работать, или нет. Бояться нечего тут. Батюшка, скажите, пожалуйста, вы уже упомянули несколько людей, которые повлияли на вашу жизнь. А кто является вашим примером? К чьи примеры ввели вас по жизни? Первое, вот это, конечно, вот я уже говорил о будущем, крестной. Вот, и затем, вот, моя мама, крестная, это Елена Владимировна Апушкина. Это, живая вот, была передо мной исповедница. Долго мне пришлось ее уговаривать быть крестной, а вот Саша, мой друг, он говорил, а ты ее проси, проси, она будет отказываться, ты все равно, не отступай. И вот она согласилась, а потом говорит, ну, правильно, что ты меня попросил. Я помру, на том свете за тебя буду молиться. Вот, я эти молитвы я чувствую. Я ей звонил часто, говорю, Елена Владимировна, батюшек, попросите, пожалуйста, у меня сейчас трудность такая, вот, по работе или еще что-то. Каких батюшек? У меня никого нету. Елена Владимировна, ну, вы своих батюшек попросите. А, поняла. Я имел в виду отца Алексея Мечева, Сергия Мечева, других их духовных отцов. И вы знаете, какая была быстрая помощь. И потом, вообще, очень близко подружились. Я к ней приезжал, мы с ней вместе службу дома порой совершали. Все, на что она не могла поехать в храм. Тут я много узнал. Она меня учила читать по-церковно-славянски. Ну, вообще, очень много. И она же меня привела к моему духовному отцу. Это батюшка, отец Александр Егоров, который служил в храме Сто пророка Божия Илья Быдинова почти 50 лет. Батюшка очень духовный был. И батюшка впитал в себя вот этот опыт именно от Моросейской общины, там, где служил отец Алексей Мечов, от других закрытых храмов в то время, потому что как бы все святыни сносили в этот обыденский храм. И вот у него самого была духовная мать. Это монахиня закрытого Зачейского монастыря. Это я уже потом узнал. А тут он мне говорил как бы так с улыбкой «Ну ты пойдешь и духовной матери спроси». Я даже так немножко думал, что это чуть-то наверное так подтронивает. А на самом деле это вот действительно есть такое понятие, когда женщина гораздо выше в духовном развитии, чем мужчина, она может быть и духовной матерью, и наставницей. И вот у его батюшки была такая монахиня, которая его учила. Ну и потом конечно очень много у меня друзей слава Богу Господь не обделяет. И здесь это общение очень полезно для меня, потому что многому учишься, много узнаешь. Они близкие мои друзья подсказывают какие-то мои недостатки в чем-то порой. Где-то помогают, поддерживают, исправляют. И много получаешь от тех же заключенных даже. Вот и батюшка отец Александр, он говорил как раз о том, что священник учится и от тех, у кого он исповедует. А сейчас я служу в храме святителя Николая Берилеви. Там у нас замечательный священник, отец Алексей Бойков, который уже 55 лет прослужил в этом храме. Таких было только два на всю Москву. Отец Александр Егоров и отец Алексей Бойков. И знал это давным-давно, когда я входил еще в обыденный. Владыка Арсений, векарь, векарь, стиши, патриарха, просмотрел все дела и оказалось, что только двоих священников не перебрасывали с храма в храм. И вот так Господь управлял, что от одного такого батюшки я пришел к другому и такому же. И помоги Господи, батюшка уже в возрасте, конечно, но держится и мы берем с него пример. Трудно мне кого-то обделить, но я говорю, что много. Ну, конечно, мама моя. Она была тоже не крещенная, как и я. Крестилась она позже, но где-то она впереди меня уже, потому что она молится очень усердно, слава Богу, ухаживает за больным папой Георгием, а мама Елена, как положено, царь Константина, мать царица Елен. Батюшка, к вам еще один вопрос. Слушаем Нижнекамск. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Я хотела у вас спросить. Вот уныние считается большим грехом, да? Ну, как не впадать в уныние, если чувствуешь себя грешной большой и сомневаешься, что Бог может простить мои грехи. И еще, можно ли сидеть, читать, когда сильно устаешь, допустим, я вас очень прошу, давайте задавать по одному вопросу, потому что звонков очень много. Хорошо. Прошу прощения. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Да, ну, уныние. Конечно, нельзя унывать. Я грешный, но за меня Господь на крест пошел. Вот. И все. И вот к батюшке приходит человек, говорит, я грешный. Говорю, ну, здрасте. Что, ты первый, что ли, грешник ко мне пришел? Что, ты хуже других или лучше? Да все одинаковые мы, Боже мой. Чуть лучше, чуть хуже. Вот на свечке, если посмотреть на подсвечники, одна выше, другая ниже. А Бог-то сверху смотрит. Вы взгляните на подсвечник сверху. Все равны. Все равны. И так для Бога наши вот какие-то преимущества друг перед другом просто смешные. Он там бесконечно далеко от нас. Поэтому упал, быстрее вставай. Вот если человек упал в лужу, если будешь лежать, и эта грязь до мозга костей проникнет, быстрее надо вскочить и оттряхнуть одежду. И бегом вперед. Сушиться. Почиститься, посушиться. И дальше. И дальше вперед. Поэтому святитель Игнатий Бринчанинов, хотя он и жил в 19 веке, но он говорил, что печаль не полезна для современного человека. Это что тогда? Даже печаль о грехах. Вот. Это вы же такое святитель. Он, казалось бы, столько пишет и, казалось бы, что строгий очень. Вот все. Тимунин говорит, что печалиться не нужно унывать. Согрешил, покайся. Есть у нас храм, есть священник. Вот. Покайся и старайся не грешить. Сто раз согрешишь, сто раз покаешься. Седмижды, седьмесят, как там, короче, сорок девять раз умножить на семь. Так получается по Евангелии. Вот. И все равно кайся. Ну, что надоест, в конце концов. Грешили. Да. Батюшка, скажите, пожалуйста, а случались ли в вашей жизни разочарования вере в Боге? Уж коли мы говорим о Боге. Слава Богу. Слава Богу. В Боге нет. В людях, вот иногда бывает, это тяжело, конечно, вот. Бывает иногда в ком-нибудь из людей разочаруешься. Ну, может быть, это следствие того, что был очарован. То есть нельзя разочароваться, не будучи очарованным. А очарование это уже прелесть какая-то, потому что неправильно человек и думал о ком-то. Но, в принципе, вот Господь милостив и самое главное понятие этого человека. Вот, что такое случилось, вот он себя повел как-то иначе. Вот когда поймешь, почему это произошло, то тогда легче его простить как-то и уже в душе как-то с ним помириться, и он уже не твой враг, как бы. И хоть может он себя продолжать неправильно вести, но ты его уже не осуждаешь как-то. Вот это главное, конечно. Самое главное для священника это сохранять веру в людей. Вот, потому что все мы грешны, конечно, безусловно, но вот вот эта искра Божья, она в каждом человеке есть. И к ней мы обращаемся, когда служим. У нас еще один звонок и к вам вопрос из Кирова. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Вы затронули тему причащения молно-агенцев. Я бы вот хотела задать вот такой вопрос. А как вы относитесь к причащению детей тяжело болящих, отставших в развитии, когда вот таких детей родители или неверующие, или только пришедшие к вере, или же верующие? Вот в трех случаях. Ну, надо же. Вот как Господь управляет нашу передачу? Ведь я, кроме того, что я служу в Бутырской тюрьме, я еще являюсь настоятелем храма при психоневрологическом интернате. У меня таких детей 714. Вернее, они уже не дети. Они уже перешли из детского интерната в наш. Но мы их так называем дети, и они по развитию часто находятся на таком уровне. И удивительно, что человек иногда слово свое сказать, имя свое не может назвать. Но он подпевает «Отче наш». Какие грехи там? Грехи там исповедь только в общую проводишь. Просто перечисляешь, не слушались беспитательницу, не слушались нянечку, еще кого-то, кого-то толкнули, еще что-то. А грешно, грешно, вот так все. Идивидуально там уже не говоришь с каждым. Но причащаем их, и это причастие для них очень важно. Очень важно. Не важно, кто там они там. В смысле того, что верующие в них родители, неверующие, душа этих христианков у человека, и нельзя решать. В редких случаях, когда человек не может проглотить именно частичку тела Христова, мы причащаем только одной кровью. Но у меня в основном все причащаются телом. Вот эти болящие. У меня служил Владыка Пантелеимон, наш, вы знаете, возглавляет комиссию по социальному служению из Палатии Деспотов. Так вот, пользуясь случаем, он служил мне в интернате, меня Владыка спрашивает, как мы будем причащать? Говорю, телом причащайте, Владыка. И вот, слава Богу, все так приняли очень хорошо. И Владыке очень им понравился. И вы знаете, вот этих людей, казалось бы, они слабоумные, недоразвитые, от них тоже очень много получаешь. Первое время было трудно туда ходить, в интернат, потому что, ну, эти страдания человеческие, конечно, горе. Но, тем не менее, они так радуются, когда приходит священник. И для них это такая вот, действительно, это дети, вот, вот это, будьте как дети, сказал Господь. И однажды, они меня сейчас там набедокурили, ну, совершенно, с точки зрения церковной, я даже не буду говорить, совершенно недопустимые вещи, они ужасные просто вещи совершили. И я начал, как бы, пытаться им какую-то выговору сделать. Батюшка, да ладно, нас Бог простит. Такие мудрые слова. Ну, конечно, вас-то простит, конечно. А я буду впредь стараться не допускать вот этих отклонений, значит, там уже. Вот. То есть, вот, удивительно у них, конечно. Батюшка, у нас еще один звонок из Волгограда. Мы вас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, меня зовут Карпов Андрей. Здравствуйте, меня зовут Карпов Андрей. Я хочу задать вам, батюшка, такой вопрос. Я очень интересуюсь динозаврами и всякими там рептилиями. И я хочу у вас уточнить, ну, правда ли, что это было? Или вот, например, мои всякие друзья говорят, что, ну, все это неправда. Я хочу это уточнить, но я в это верю. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, были динозавры, ну, как же их отрицать? Сохранились их кости, сохранились их яйца. Другое дело, что внешний их вид, трудно очень воспроизвести. То, что вот такие именно рисунки, может быть, они выглядят немножко иначе. Вот, это, конечно, уже реконструкция. В зависимости от того, какие там были кости, какие там на скелете, какие-то отметины, сухожилия, может быть. Поэтому, может быть, они выглядели немножко иначе. Вот, но действительно были такие гигантские существа. И удивительное место есть. Я читал журнал, но так мало внимательно, честно говоря, потому что между службами... Вот, мальчик, Антон? Андрей. Андрей. Вот ты интересуешься, вот ты посмотри, где-то в Китае такое нашли место, где очень много вот этих ископаемых остатков. Причем удивительно, прям в одном месте. Там какие-то такие уникальные условия сложились. Потому что там находят иногда где-то кусок ноги, допустим, где-то зуб, где-то еще что-то. А там прям вот целенькие, целенькие вот эти вот разные там существа. И их там еще изучать, изучать. Вот сейчас раскопки большие ведутся. И там, конечно, вот наша наука прямо очень продвинется вперед, потому что там, знаете, найдены сотни вот прямо отлично сохранившихся останков. И это очень интересно. Батюшка, а в Священном Писании есть подтверждение тому, что существовали вот эти вот доисторические животные? Ну, вы знаете как, ну там же сказано, что сотворил Господь. Речь идет о бегемоте. Я помню. Ну, там же не бегемот даже. Это, скорее всего, какие-то вот именно драконы какие-то, еще кто-то. Они сейчас и в сказках существуют. Вот. Сколько там у них было головок. В житиях святых. В житиях святых, да. Вот. Так что, может быть, даже какие-то вот из них дошли где-то, почти что-то наши вне, где-то в каких-то условиях. Возможно. А может быть, это бесы принимали такой облик. То есть тут всяко может быть. Но это то, что были какие-то такие существа, конечно, не были. Но я все-таки посоветую больше интересоваться современными животными, которые сейчас можно найти, изучить. Вот. Мне кажется, это интереснее. Потому что их можно живыми потрогать, посмотреть, очень подробно изучить. Столько еще неизвестного. И сохранить. Сохранить, особенно редкие виды, которые сейчас проповедуют, исчезают. Эти тоже исчезли, и все. А вот этих вот. Я бы, например, посоветовал бы Андрею больше внимания на современную зоологию уделить. Уделить современной зоологии. Потому что взрослые наши братья меньше, они требуют нашего участия. Вот. И таких ученых, которые будут их изучать и пытаться вот их именно сохранить в природе. Потому что это великое достояние. Потом пропадет вид, его ничем же не восстановишь. Спасибо, отец Константин. И у нас еще один вопрос к вам из Нижнего Тагила. Слушаем вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. Я хотела бы спросить. Почему вот грехопотение общее людей всего человечества как-то все равно же отражается на каждом? Почему вот каждый должен отвечать за эти общие грехи человеческие? Спасибо. Ну, вы знаете, я обычно так на этот вопрос отвечаю. что вот Адам один раз согрешил, а потом тысячу лет каялся. То есть он прожил почти тысячу лет, мы знаем, по Библии. А мы тысячу раз на день грешим. И не всегда каемся, еще далеко не всегда. Поэтому кто еще грешнее из нас, Адам или мы? Поэтому это мы не отвечаем за грехи Адама. Мы сами грешны. Вот что самое главное. Мы внесем в себе уже вот это, в нашем существе. И удивительно то, что Христос, второй Адам, открыл для нас путь спасения. Он дает нам возможность. Ведь мы принимаем единое крещение в оставление грехов. Не в прощение, а в оставление. Вы думаете, в символе веры. Какое замечательное слово. Простить-то, Господь сам говорил в Евангелии. Что легче сказать? Прощать с те грехи или сказать восстанье ходи? Простить-то не трудно. Ну, прости мне. Ну, прощай. Или Бог простит, как надо отвечать. А вот изменить человека, как вот этот храм построить, о чем я говорю, это ведь очень трудно. Да вот Господь дает нам в таинствах церковных, не только в крещении, но в исповеди, в причастии, силу победить грех, оставить его саму и идти дальше. Вот. Оставление грехов. Вот это вот самое удивительное дело. Поэтому вот тут нам на Бога нельзя обижаться, что Он как бы нас грешных и погибающих не оставил без своего внимания, а наоборот открыл для нас путь к спасению. Батюшка, буквально последний вопрос в рамках нашей сегодняшней программы. Человеку верующему как правило тяжело объяснить своему совесеннику неверующему, что есть Бог. И здесь вот нередко возникает стена такого непонимания, отчуждения. Как возможно поделиться тем духовным опытом верующему человеку с неверующим, чтобы, ну не знаю, что ли, доказать, что Бог есть, чтобы привлечь его к вере? После окончания МГУ мне пришлось работать директором ЭВМ у нас в институте, потому что тогда только все развивалось, у меня как-то такая получилась это дело. И вот представьте себе компьютер. ну сколько у вас диск будет? Гигабайт, терабайт, сколько он будет, объем диска? Вы понимаете, что все равно в одном компьютере вы не соберете всю информацию со всего мира. но если вы компьютер подключен к интернету, вам уже доступны совершенно другие ресурсы. Вот мы можем сравнить человека, отдельного человека, как отдельного компьютера, а нашу всю церковь, вводимую Богом, как интернет. То есть вот почему необходимость Бог? Сам войдет в поле не воин. Что ты можешь? Возможности каждого человека ограничены. А с Богом мы фактически вот, ну нет никакого препятствия человека. Господь сказал, что те чудеса, которые я творю, вы больше это сделаете и больше даже этого сделаете. Если Господь может все что угодно, конечно, и вот мы с Божьей помощью тоже на все способны. Вот для этого нужен Бог для человека, для того, чтобы человек сам ограничен в любом случае. А с Божьей помощью нас нет никаких пределов, никаких границ. Лишь бы только воля человеческая совпала с волей Божьей. Вы помните, как сказано в Евангелии, гора, если будете ввести веру, то гора звенится в море. И вот был такой случай действительно в Египте, вы знаете, взяли под стражу епископа и всех верующих и сказали, вам отрубят головы, если вы не подтвердите это место из Евангелия. Потому что царица оклеветала епископа, которым она страдала блудной страстью, что вот у них написано такое, они могут с гору сдвинуть, они этого не делают. И действительно по молитвам владыки и его паства сошла гора в море, перекрыла нил, и был разлив, и полил окружающие поля. И я об этом прочитал, нигде этого не было, а чуть не в науке и жизни журнале или в Косомольской правде еще в те, в те годы. Так что вот как Господь, вот он все может и творит все, что угодно через человека. И несмотря на наши грехи избирает нас в будущее нашей жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отец Константин, я благодарю вас за беседу, поздравляю вас с Днем Победы. С вами, дорогие телезрители, мы прощаемся и благодарю вас за ваши вопросы, за внимание к нашей программе «Христос воскресе!» Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok